еще раз добрый день уважаемые дамы и господа сейчас мы с вами совершим экскурсию в новую реальность и поможет нам в этом традиционно татьяна минакер здравствуйте татьяна да мы тоже очень соскучились слава богу что теперь у нас есть возможность с вами общаться и слышать и видеть и так далее реальность какая новая вот я вам послала картиночку такую вы знаете мне прислали новый новую обложку журнала victoria secret какие у нас новые модели появились теперь и вы знаете я еще кроме того хотя кто-то мне сказал что это фейк но вы знаете учитывая то чем сегодня нас забрасывает мидия и модные даже журналы и реклама бесконечно я не думаю что это такой уже и фейк уж слишком это все похоже но зато мне пришел журнал абсолютно так сказать всем всеми известны это журнал vanity fair вот он на обложке посмотрите модный журнал один из трех главных модных журналов не только в америке международный вот и он весь практически значит украшен моделями которые создают впечатление что это журнал выпускается либо в анголе либо в зимбабве значит самое главное что мне больше всего понравилось что любит он ну вы знаете я девушка простая я мог быть не все сериалы смотрю потому что сейчас два миллиарда выпускается и усмотреть и даже один процент из них надо бесконечно сидеть у телевизора но когда я увидала кто рекламирует сегодня любит он я просто упала в обор вы понимаете вот это то что сегодня рекламируется это сегодняшний имидж который навязывается американской публике то есть с одной стороны безумно дорогие вещи любит он это обычно кстати говоря самая любимая форма грабежа когда черный лутинг 100 грабит магазины то любит он расхватывает куда не знаешь его мгновенно можно перепродать вот а с другой стороны это худ черного криминала преступника вот этот капюшон который они на себя надевают чтобы не было не было видно тем более сейчас они абсолютно безнаказанны и морда закрыта маской на сверху капюшон и никогда в жизни никто не знает кто грабил кто убивал кто избивал вы знаете вот что поразительно совершенно что я когда его увидела как выяснилось это актер который 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 кто-то даже видел в каком-то сериале лупин и так далее но понимаете он похож на джорджа флойда как две капли воды и когда я увидала на обложке самого знаменитого модного журнала который пришел ко мне домой в числе огромного количества других черных моделей именно этого джорджа флойда знаете мне просто стало плохо я объясню почему потому что вы понимаете этика и эстетика они идут абсолютно неразрывно это две вещи которые идут вместе и когда вам навязывают вот абсолютно такой вот эстетический идеал вам вместе с ним навязывают и этический идеал то есть если нас заставляют любоваться джорджем флойдом или подобным ему или вот этими вы показали эту картиночку там красавицы плоскими тетками черными с больными джендер дисфории какими-то непонятными существами непонятно какого пола непонятно какого цвета то вы понимаете вот вы видите эту новую эстетику которую нам навязывают нам вместе с ней навязывают и новую этику то есть понимаете когда glorification идет прославление совершенное абсолютного так сказать бандитского вида бандитского вида с худом то есть вот с этим капюшоном который вносит все черные мелкие преступники человека который при этом стоит в самом дорогом отеле парижа риджина и демонстрирует 15-тысячный кафтан от люиттона то вы знаете у меня вспомнилось как я обалдела в аэропорту майами потому что я приехал из города где черных нет я живу в сан-франциско у нас только пять процентов черных у нас азиаты 50 процентов вот а черные приезжают к нам в сан-франциско азиатов избивать поэтому возникла вот такая вот странная тема это эйшен хейтрид это собачий бред потому что азиатов бьют только черные причем даже без грабежа а бьют просто так дайте вот столько уже сейчас видео поскольку эти идиоты делают все прямо перед камерами столько видео когда просто он идет вот идет старик с палочкой еле живой он подходит хрясиво сбоку по голове тот падает на тротуар и что там происходит дальше чем это даже не грабеж а просто издовольствие садистского удовольствия ударить и убить и вот это абсолютно страшно и то что наши левые мидиас абсолютно вы знаете еще он рент писала что когда это описан на самом деле то есть они их умиротворяют тем что они их вот прославляют они делают их преступление их образ поведения нормой и доводит это до нормы понимаете и вот то что сейчас вот журнал ко мне пришел это вот тоже это символ вот этого прославления и умиротворение каннибалистской абсолютно страшной черный в прямом и переносном смысле массы понимаете и вот это то страшное вот эти это даже страшнее собственно реальных грабежей потому что когда люди свыкаются с тем что грабит и бьют и что те кто их грабит и бьют это еще и хозяева потому что вот вот это нам выставляет это он в 15-тысячном кафкане в лювитоне стоит он заработал на него дай бог здоровья а то что я видела в майами когда там сидели в аэропорту все эти черные тетки с вот такими полуметровыми ногтями которые явно судя по поведению вообще первый раз попали в аэропорт но при этом у них у всех были сумки лювитон который я знаю сколько стоит там 7 10 долларов и они также на них заработали как я заработала все на земле дворец вот вы знаете это все очень страшно и я вам хочу сказать что меня можно обвинить в расизме мне уже говорили что я расист я расист исламофоб гавафов вы знаете я вам хочу сказать что если молодая женщина знает что 5 ее подруг в лифте изнасиловал черный черный бандит то если она не сядет в лифт с одним из них доказать что она не расист это просто инстинкт самосохранения у меня я читала об одной молодой женщине которая села в лифт просто чтобы не обидеть черного что она останется пустив его одного естественно она получила то что то что то что то что она получила понимаете и когда я вижу видеокамеры security как черный хулиган избивает старушку с вокером который идет в церковь чтобы украсть у нее пять долларов я очень хорошо понимаю родных этой старушки потому что мою собственную мать вы когда я была 80 лет и она стояла на остановке чтобы ехать бибисит и твоего сына ее избил черный всем утра и отобрал у нее сумку и хорошо и было 80 лет что он не швырнул ее на тротуар как это очень часто бывает при грабежах таких стариков аук такое падение на тротуар для старика 80 лет это обязательно в лучшем случае это сломанное бедро и это смертный приговор понимаете и вот это что самое мерзкое самое мерзкое это то что наша образованная элита американская что эти левые что они вот это все создают сами они мало того что они поощряют эту преступность они уничтожают абсолютно вот эту систему порядка и заповеди не укради не уби и так далее они уничтожают мораль они помогают людям которые не доросли до морали уничтожить мораль чтобы уничтожить платформу их осуждения они дают им понять что они нормальные убийцы грабители там я не знаю насильники а мы не нормальные что мы как бы не не радуемся этому типу поведения понимаете и вот это самое ужасное я вам хочу сказать что вот среди к сожалению вот иммиграции нашей еврейской иммиграции скажем семидесятых начала конца семидесятых начале 80 вернее не начало 70 начале не иммигрировали конца восьмидесятых там был перерыв вы знаете я вам хочу сказать среди особенно стариков было такое выражение двадцатка для негра почему они выходили из дома поскольку их селили в субсидированных домах недалеко от черных недалеко от черных районов то они даже не могли до автобусной остановке дайте 20 метров чтобы их не ограбили потому что там просто творилось что-то ужасно они наняли security guard и они эту двадцатку брали что если черный пристани дашь ему 20 долларов она тебя станет и ты можешь спокойно идти на автобус вот это к сожалению такая была реальность у меня среди моих родителей моих друзей просто не было никого кого вы черные не ограбили или не избили я уже не говорю про убийство вы наверное помните в нью-йорке была такая марина ковалева это была моя приятельница мы с ней одно время очень дружили она была такой очень крупный тревел агент и у нее потом она концерты делала такую работу проводила изумительная женщина и у нее в доме она вышла приехали друзья приехал какой-то очень известный поэт из израиля и она побежала в магазин чтобы купить продукты и пока она ходила в магазин ворвалась черная банда и этот израильтянин знаете они же в общем то как говорится не не дают себя в обиду обычно он видно попытался защитить дом хозяйки его убили прямо у нее в доме понимаете и я смогу вам рассказывать до вечера такие случаи там у меня в доме на паркинг-лате там стреляли черные во время ограбления тоже наши эмигранты были один из них получил пулю в шее но выжил после чего стал религиозным фанатом вы знаете я знаю очень много таких случаях за 36 лет своей жизни в америке только один раз мои подруги убили сына который убил кабаджи из какой-то причем в драке за место на парковку это единственный случай я знаю вот подобного рода когда не черный совершил преступление все преступления которые я знаю за 36 лет а я знаю много что журналист и у меня много очень знакомых и туристов и я вижу массу людей разговариваю с ними в основном все убийства все грабежи это совершают черные и даже более того и простой такой пример когда вы едете по черному району все дома в решетках причем острые колья колючая проволока первые этажи все они естественно как вы догадываетесь защищают себя от белых соседей грабителей тогда нет друг от друга и вот это самое ужасное причем самое смешно во всей этой истории что-то эти белые либералы сидящие в университетах это отмороженные идиоты которые нам доказывают что вот они так себя ведут потому что их а пресс там туда-сюда существует же огромное количество порядочных черных которые вышли из того же рабства которые себя подняли которые пошли в университеты все счастливы только видит только учись только дорогой учись только учить получив реальный диплом сдай экзамены приди посиди с книгой мы тебя обнимем и сделаем для тебя все но нет не могут не хотят это не мое дело почему они такие но не надо меня в этом обвинять почему меня обвиняют в том что я которая приехала в эту страну как все мои друзья эмигранты без языка я не могла пользоваться телефоном когда я приехала пока наконец моя подруга принимавший меня сказал знаешь что таня звони-ка ты сама и надоело за меня делать звонки я просто не могла пользоваться телефоном такой у меня был замечательный английский сегодня статьи пишу по англии на английском языке печатаюсь jerusalem post for франк-пэйдж магазин и так далее эти человек причем я приехал в 36 лет когда люди уже перестают учиться скажем так мне надо было я еще два года отработала на работе где не было ни слова по-английски потому что я играла на рояле в балетной школе кроме n1 n2 n3 n4 я не слышала ни одного английского слова я потому ушла оттуда что я понимала что я в америку не въеду если я буду в этой в этой балетной школе продолжать на рояле играть понимаете и тем не менее такие я вижу какого успеха добились все эмигранты которые приехали как я сюда нищие голые 90 долларов на человека 4 чемодана на семью языка нет начинали кто угодно с чего мыли полы там не от масса знакомых докторов у которых жены мыли полы пока не сдавали экзамены понимаете я видела сколько угодно сегодня у них резиденции в рискарут они понимаете и обвинять нашу эмиграцию даже и мексиканскую эмиграцию я вижу очень хорошо у меня за эти 30 лет переработала огромное количество мексиканцев и хэндименами то есть гвозди прибивали одинокая женщина мне надо было одно другое 3 сделать вешалки повесить я до сих пор в шкафу вешалки который делал мексиканский эмигрант который потом стал от 15 долларов в час пошел дальше зарабатывать потом в профсоюз какой-то вступил строительный я знаю таких сколько угодно и накупили приезжает голый босс без языка ничего полу грамотной через три года у него трак у него ландскейп бизнес они работают как сумасшедшие берут цены ниже там немножко чем американцы естественно и и трак еле ползет он работает зарабатывает а потом смотришь у него уже новый трак ландскейп делают то есть люди которые хотят работать здесь в этой стране нет такой страны в мире где люди которые бы хотели работать и были бы целеустремленными и желали бы что-то делать чтобы они не добились своего и вот понимаете то что они делают прославление черни и мрази они унижают тех черных которые добились чего-то понимаете когда ставит на уровень полу грамотным негром который пляшет как будто он только что выскочил из зимбабве или какая-то баба которая нарастила 88 извините за выражение тонн жира и она трясет этим жира на заднице перед камерой и это издай выдается за эстетику вот та самая вот вы посмотрите еще раз на нее которая изображена на этом снимке который я вам послала вы можете открыть там какую-то реку бэнкс и вы увидите все эти дикарские танцы вы получите полное представление о той этике а то есть этики которую нам навязывают это действительно все очень-очень страшно потому что я как раз статью закончила вчера где я как раз пишу о том что нератив создается перед революцией всегда когда этот нератив побежает когда вместе с ним эстетика там вспомнись и хотя бы русская революция там преображенский профессор бит что они все поют вот они начинают петь вот эти гимны революционные потом начинается там какие-то декламирование каких-то там стихов революционных и вот так вот постепенно от эстетики переходит к этику переходит общее на будущее сознание вот они сейчас пытаются поменять поменять общественное сознание вернее уже поменяли понимаете и что за всем этим идет идет разрушение морали общества поэтому такие вот картинки когда выславляется с одной стороны незаслуженный 15-тысячный кафтан так сказать с другой стороны под ним надет худ преступника черного капюшон с которым они на грабежи ходят вот эта классика совершенно сегодняшней сегодняшней американской элиты какой она хочет нам показать общество в котором мы должны жить это тот эстетический идеал черный преступник посреди дорогого отеля так сказать все должны быть как джордж флой стройся за ним тоже великий святой в америке вот это то о чем я хотела сказать поначалу это первое начало экскурсия в новую реальность это сегодняшняя наша новая эстетика второе я вам хотела сказать о хотела сказать о очень странном таком явлении вы все помните что когда была борьба за номинацию за кандидата демократической партии бёрни сэндерс был практически самым близким к выбора кандидата потом его обхитрила хиллари я так понимаю что за спиной мы там хорошую взятку дали многомиллионную чтобы он убрался но факт тот что вот этот ублюдок который предлежит варшаве 1905 года дошел практически до номинации демократической партии одной из двух партий такой колоссальной капиталистической стране как америка этапа это был показатель того что америка на грани краха и на грани смерти потому что если половина населения голосующего голосовала за этого урода то это пока показатель абсолютно ну полная полной трагедии для этой страны и так получилось что я оказалась за столом буквально несколько дней назад на шаббате с человеком который я всегда говорю что если раньше родители учили детей то сейчас дети учат идиотизм у родителей и если раньше родители дети боялись родителей то сейчас родители боятся бояться детей и чтобы с ними не спорить очень часто повторяет тот собачий бред который дети внушили в университетах так вот рядом со мной сидел человек который собственно повторял вот эту берни сэндерса адженду то есть вот эта сказку что вот в америке такое такая колоссальная разница доходов что вот туда супер такие богатые подлецы а вот вот есть такие замечательные демократические страны как норвегия и швеция и вот там все замечательно там нет такой разницы в доходах там люди таскать живут очень счастлива у всех все есть все бесплатно и так далее так далее и и вы знаете я сидела все это выслушивала ну во первых как вам сказать шаббат это обсуждение тора обычно считается и должно быть тора это первое что мы начинаем это 10 заповедей и на шаббате докладывать основные законы социализма который противоречит одному из заветов не укради потому что это редистрибьюшен это практически экспроприация собственности и второе это социализм это экспроприация собственности и второе это ты не должен желать ни жены ближнего своего него осла ни его дома ни его богатства и так далее то есть вот это и уж это не должен желать вот это злоба неудачника и нищего который постоянно хочет разделить то что ему не принадлежит как сиди сидел тут один еще коммунист и рассказывал что вот у безо за такие деньги вот он там в космос подлец полетел а вот если бы это все разделить вот как бы было между всеми и мне бы немножко досталось вот вы знаете вот эта психология меня просто взбесил я просто хлопнула дверь и ушла и могла сидеть рядом с этим человеком и вы знаете когда пришла домой я пошла и посмотрела шведскую статистику и норвежскую и я это все предполагала потому что как-то общее знание какое-то было но когда я посмотрела на статистику я чуть не подохла от хохота знаете вот я просто хочу что вы все это запомнили просто там ряд предложений ряд цифр который бы вы наверняка будете встречаться особенно с молодыми людьми которые вам будут рассказывать про то как хорошо швеции в норвегии я уж таких идиоток и аспиранток и студенток видел и профессориц всяких которые рассказывают что вот это страна где равенство доходов где нету таких сильно богатых нет таких сильно бедных я просто открыла ну во первых начнем с того что я вам напомню что швеции население население всей швеции меньше чем население нью-йорка там 10 около 10 миллионов человек все население а норвегия это половина нью-йорка это 5 миллионов человек всего лишь причем население практически все это время абсолютно гомогенное и за счет того что она была протестантским то есть уровень преступности там всегда был невероятно низкий там преступников Пока они не везли мусульманскую эмиграцию, и Швеция не стала столицей убийств и изнасилований в Европе, то это было гомогенное общество с очень малым количеством эмигрантов. И поскольку инкарсерация преступников, то есть содержание преступников в тюрьмах Америки обходятся в такие миллиарды, что вам даже не снилось, а у них этого расхода тоже нет, кстати говоря. Так вот, я хочу сказать, что Швеция и Норвегия – это две страны, которые имеют количество миллиардеров на душу населения больше, чем в Америке. То есть Америка позади и Норвегии, и позади Швеции, потому что количество, скажем, одна такая Айкия, возьмите, вот этот хозяин Айкии, он умер и разделил то, что у него было, между своими тремя сыновьями. А он был самый богатый человек в мире. Так вот, даже сегодня все его три сына, получившие только по доле того, что имел этот Кембдер, они сегодня миллиардеры. А я уже не говорю про Эриксон, про массу других компаний, Тетропек и так далее, которые всемирные компании, и которые содержат на самом деле целые города. Вы понимаете, когда такой идет комплекс миллиардеров, то они налоги платят, в Швеции очень высокие налоги, они платят налоги, как хороший американский город, понимаете. Поэтому ничего удивительного в том, что в Швеции очень хорошие социальные программы, что там матерям-одиночкам доплачивают к их зарплате. Я против этого ничего не имею, я сама была мать-одиночка. И понимаете, какая вещь, но проблема в том, что они не понимают, что, как говорила Маргарет Тэтчер, что социализм может существовать только пока, только на деньги других людей. Он может существовать, пока не заканчиваются деньги других людей. Вот эти деньги других людей, эти деньги шведских и норвежских миллиардеров, они и содержат, и вот эти все огромные и нефтяные предприятия, и так далее, и телефонные. Они, собственно говоря, Норвегия – это вообще просто Арабские Эмираты с точки зрения нефти в Северном море. Они вообще могут все не работать на свои нефтяные заработки. Так вот, могу сказать, что вот эти все разговоры по поводу социализма, демократического социализма Швеции и Норвегии, затыкайте им рот сразу, объясняйте им, что первое, что они существуют на колоссальные налоги огромного количества миллиардеров, а в первый, еще тут еще один момент, не только на душу населения количество миллиардеров впереди Америки, Швеции и Норвегии, эти страны по количеству миллиардеров находятся в первой пятерке. Там самые первые, как ни смешно, это такие липовые страны типа Монако и Эльхтерштейн, потому что там живут какие-то там принцы на игорные деньги. Пара стран, где вообще по 50 тысяч населения, при этом они имеют одного миллиардера, поэтому они тоже идут впереди, но в первой пятерке по количеству миллиардеров на душу населения находятся Швеция и Норвегия. В первой пятерке между почти двумя странами, двумя стами стран мира. Татьяна, давайте мы в этом месте сделаем небольшой перерыв, остановимся буквально на несколько минут, после чего вернемся и продолжим. Ну а мы продолжаем нашу экскурсию в новую реальность, помогает нам в этом Татьяна Минакер. До конца часа у нас есть время, поэтому продолжим наше путешествие. Я только вчера закончила статью, которая называется «Вандея». Вы знаете, вот я совершенно случайно стала заниматься историей Чарльза I, английского короля, казненного в 1649 году. Это история английской революции 1641 года. И вы знаете, когда я наблюдала все это, смотрела документальные всякие фильмы, читала, я вдруг поняла с полным ужасом, насколько история этого Чарльза I и его низложения, история этой революции английской, похожа на то, что сейчас произошло в Америке. Вот. И я написала статью, если вы не против, я вам почитаю. Конечно. Называется статья «Вандея». Мудрая Анна Ахматова, услышав о начале революции в России, обронила, что все будет как во Франции, только в сто раз хуже. Французской революции и ее героическими событиями нас учили восторгаться с детства, не упоминая реку Сену, потекшую кровью вместо воды. Немного для нас упоминали о детях революции, пожранных ею вместе с вампиром Робеспьером, по иронии, потерявшим голову на той самой гильотине, на которую он приказал обезглавить короля Людовика XVI. В Америке подлый воровской переворот 2020 года, узурпация социалистами власти в самой капиталистической стране мира, сбросившись с тронок, к счастью, пока еще не арестованного, а живого и здорового президента Трампа, заставила вновь уткнуться в учебники истории. «Неленивый ужаснется и задохнется от ужаса или восторга, вдруг поняв, что история трех революций, Англия 1642 год, Франция 1792, Россия 1917, до того напоминает то, что происходит сейчас в Америке, что хочется перечитывать их снова, чтобы ответить не на уже неоднократно отвеченный вопрос, не на уже неоднократно отвеченный вопрос «Кто виноват?», а на серьезный вопрос «Что делать?». Все, кто сегодня может, переезжают в Штаты, еще не захваченные узурпаторами, где 11-летним девочкам в школах пока еще не объясняют, что они должны чувствовать свою бисексуальность и не стесняться своего лесбионизма, где 4-летним детям пока не объясняют, что они могут сами выбрать себе пол, в Штаты, где белым малышам пока не внушают генетическую вину за их белый свет кожи, а талантливым детям не объясняют, что их знание математики, любовь к классической музыке, форма врожденного, присущего им чувства расизма и привычки к угнетению. В Калифорнии и Нью-Йорке весь этот позорный и развратный бред уже объясняют даже в частных школах, где делать этого не обязаны. Но даже частные школы боятся талибанов от BLM, LGTB с их марксистским антикапиталистическим Кораном, уже десятилетия захватывающих все американское образование, начиная с детского сада. Все, кто может, сегодня переезжают в Штаты, где еще соблюдается заповедь «Не укради!» вместо официального калифорнийского разрешения грабить на 950 долларов без наказания. Переезжают в Штаты, где преступников, как у нас в Калифорнии, не поощряют к преступлениям еще более страшным и наглым, включая ограбление машин и домов, избегение убийств азиатских стариков на улицах. Население Майами жалуется, что не проехать от машин с номерами из Сан-Франциско. В Техасе и Флориде строительный бум. Пара, привезшая имущество из Техаса в Калифорнию, сообщила, что за их U-Hall была драка. В Калифорнию U-Hall предлагают перегонять бесплатно. Из Калифорнии требуют хорошие деньги. Слишком много желающих. Губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом объявлен U-Hall Salesperson of the Year. Иммигранты из Союза выступают на Fox TV и пишут статьи, где указывают на невероятное сходство происходящего сегодня в США с событиями русской революции и ее последствиями. В частности, делегендивизация жандармерии. Кто-то сказал, что революция в России произошла, когда гимназисты перестали бояться жандармов и выпуска из тюрьмы социально близких, то есть преступников. И там и здесь преступников толкнуло к преступлению капитализма и несчастное детство. Но хотя русская революция была почти точной копией и английской, и французской, захватывает дыхание сегодняшним антитрамповским переворотом. И именно сходство с революцией в Англии, где то, что произошло с Трампом, просто копия произошедшего с Чарльзом Первым. Разница, что у Трампа пока еще голова на месте, хотя символом его президентства и была позорная комедианка Кефи Гриффин, держащая в руке его окровавленную отрубленную голову. Смотря на документальную драму про Чарльза Первого, я просто вскакивала с кресла от сходных моментов. Особенно завораживала, как враги Чарльза или Трампа подбирались к нему, арестовывая по одному его друзей и союзников по ложным и состряпанным обвинениям, и Чарльз Трамп вынужден был их сдавать, только с той разницей, что союзников Трампа пока физически не казнили. Выстраивая в ряд все эти революции, Англия, Франция, Россия и антитрамповский шизоидно-марксистский переворот в Америке, отличающийся от других только тем, что сопровождался восстание Черни, не в переносном, а в прямом смысле этого слова, видно, как на рентгеновском просмотре сходство не только просвечиваемых скелетов этих революций, но даже революционных мускулов. Все эти четыре революции, временно назовем антитрамповский переворот революции, отличались тем, что за долгое время до взрыва политического нарыва происходила постепенная замена нейротила в стране, смена языка. Появившийся в стране новый класс в первых трех революциях в Буржуазии разработал свой язык, свою религию или свой атеизм вместо нее. В Англии коммерческую власть и парламент захватили Пуритании, экстремальные протестанты, во главе с хитрым и смелым юристом Джоном Пимом, злейшим врагом Чарлза I. Они объединились с другими недовольными группами, от руководителя одной из которых, Джона Лебурна, я услышала демократический лозунг, от которого уже 400 лет не убежать – равенство. Во Франции тоже проклятые юристы, начитавшись Жан-Жака Руссо, возглавили недовольно резко увеличившуюся буржуазию, создали новый язык генеральных ассаблей, конвентов, комьюн и санкеллотов, либерте, фротерните и галлите и звоны гильотины, непрерывно падавшие на очередную шею, начиная с короля. В России, где официально начало революции можно было считать с народников и убийств Александра II в 881 году, все увеличивалось и увеличивалось количество образованной буржуазии, которая ездила по заграницам, жила там подолгу и возвращалась, нагруженная уже переведенными на русский работами Карла Маркса. Кружки по изучению марксизма плодились по стране как секты, тайны христиан, и марксистская ересь, распространяемая газетами, добралась не только до интеллигенции и буржуазной элиты страны, но и до аристократии. В Америке, в стране, основанной на иудейско-христианском неративе, многие сегодняшние выпускники Ivy League Universities ни разу не читали Библию. Зато сами того не зная, расскажут вам все марксистские сказки про проклятый американский капитализм, про системный расизм, про белые привилегии, про брутальную полицию, про угнетенных трансжендеров. Попробуйте не запеть с ними юнисон. Вас тут же обвинят в расизме и гомофобии. Правда, после Афганистана и победивших талибов, напяливших на всех женщин по ранжу, хотя бы обвинения в исламофобии ненадолго утихнут. Итак, во всех упавших в революцию странах сначала меняется язык, терминология. В разговоре, печати и образовании начинает преобладать система понятия нового класса, который размножился, усилился и борется за захват власти. Что еще объединило эти четыре революции? Что ни один из незложенных правителей, ни Чарлз Первый, ни Людовик Шестнадцатый, ни Николай Второй, ни Трамп не оценили опасности средства массовой информации как оружие и не вложили все средства в свое собственное информационное оружие, чтобы противопоставить вражеской пропаганде свою точку зрения. Я просто прерву и скажу, что Чарлз Первый вообще не понимал, что такое газета. Они при нем первые появились. Я думаю, что он до конца своей жизни так ни одной газеты и не прочитал. Даже в отсталых исламских странах понимали, что вовремя напечатанная в газете статья может нанести больше вреда, чем танковая дивизия. Английский король Чарлз Первый пал первой жертвой газет. В Лондоне как раз впервые в ноябре 641 года появились регулярные издания новостей. Их печатал Джон Пим, хитрый член парламента, который умело захлестывал страну фальшивыми и не всегда фальшивыми новостями о зверствах ирландских католиков против протестантов, запугивая, что вот завтра католическая армия войдет в Лондон, всех протестантов перережут, а король-то на самом деле на стороне католиков, потому как его жена Генриэм Тамария католичка. Уже не говоря, что она распутная баба, живет с другим и вообще наследник, сын Чарлза, вовсе и не его. Чарлз Первый, как и Людовик Шестнадцатый, Николай Второй, не зложенные после него правители, не понимал, что народ – тупая продажная девка, которая умелыми речами, посулами чужой земли, незаслуженного равенства и развернутой пропагандистской атакой можно повернуть куда угодно и за очень короткий срок. Ленин, Сталин и Мао это хорошо соображали, потому бюджет отдела пропаганды ЦК КПСС был больше медицинского бюджета страны. Убаюкана торжественно порадовал своего возвращения из военного похода в Лондон в 1631 году и восторгом населения, встречавшему его, Чарльз не мог поверить, что всего через шесть недель те же люди агрессивно повернутся против него. Французский Ледовик XVI выслушивал словословие и массовое торжественное клятву преданности от дворян и армии, но и те, и другие либо убежали, либо присоединились к побеждающему противнику, и ни его, ни его королеву не защитили от якобинцев и бешеных антирейлистов-садистых с их любимой игрушкой-гильотиной. Еще в 1911 году Николай II в Мариинском театре на опере Борис Годунов был встречен хором, который, стоя перед царем на коленях, трижды исполнил гимн Божий царя охраней под восторженные аплодисменты поднявшегося на ноги зала. С хором на колено встал и Шаляпин. Если бы царь читал газеты, он бы знал, какой травле подвегся Федор Шаляпин в либеральном обществе за это колено преклонения и лучше бы понимал ситуацию. Он бы понял, что газеты давно вливают ненависть к царю в мозги общества и создали устойчивый образ монстра. Увы, он видел только колено преклоненных хористов и плачущих от счастья его видеть в опере людей. А революционная газета «Искр» печаталась в России гигантскими тиражами, и грамотные солдаты читали ее вслух неграмотным. И английский Чарльз, и французский Ледовик, и русский Николай, и американский Трамп пали жертвой газет, листовок социальных сетей, умело создававших, направляющих и концентрировавших на них ненависть тупого народа. Недаром Ленин первым указом велел захватить газеты и телеграф. Война и чума – лучшие условия для государственного переворота. Джон Пим искусно и неоднократно пользовался эпидемией Чимы, чтобы собрать в английском парламенте голоса против короля. Он проводил голосование, когда сторонники короля из страха перед эпидемией Чимы просто отсутствовали в Лондоне. Никому не нужно объяснять, что эпидемия COVID-19 вложила в руки закулисной обамовской Байден просто синильная ширма администрации могучее оружие, безопасность при дьявольской манипуляции с голосами для уничтожения Трампа. Мало кого ненавидел Обама, как Трампа до последней минуты, доказывавшего, что Обама не имел права на президентство. Вспомним, что Обама – сын африканского антиколониалиста и американской коммунистки, общественный организатор, которому даже Путин объяснял опасность его коммунистического направления. Это не вы построили этот бизнес. Трамп – лютый враг обеих преданностей и религий Обамы, и коммунизма, и исламизма. Все описанные революции объединяют еще одна особенность. За низложением правителя следует чудовищная гражданская война, длящаяся как минимум четыре года, сотнями тысяч жертв, а в России с миллионами. Каждый из прошедших революцию стран имел свою Вандею. Вандея – это область западной части Франции, которая осталась верна поверженному монарху и монархии, выступала против революционных порядков, против конвента, против нового сумасшедшего календаря, против насильной замены привычных священников на тех, кого заставили присягнуть конвенту и революции. Как и большинство сторонников Трампа, вандейцы были верны религии, старым обычаям и жили в основном не в самых крупных городах. Среди них было множество крестьян и мелких сельскохозяйственных дворян, не говоря уже о том, что они были преданы королю. Вандея превратилась в убежище для противника французской революции. Туда бежали с семьями. Вандейцы собирали армии и первое время вполне успешно сражались с революционными войсками конвента. Единственная проблема, что крестьянское большинство вандеи должно было на время сельскохозяйственных работ выходить в поле, оставляя армию. Гражданская война во Франции после казни короля длилась еще 10 лет с огромными жертвами с обеих сторон. Но Вандея была потоплена в крови регулярной французской армии конвента. Чудовищное зверство французских антирейлистов, показавших нас способны ведомые образованными идеологами, а почти все лидеры французской революции были юристами. Толпы отпущенного быдла должны были научить следующие поколения бояться революции как чумы. Увы, во всем мире Вандея превратила всему восстанию против революции и убежище от нее. В подобии Вандеи во время русской революции превратились в Сибирь и Дальний Восток. В начале 70-х я жила недолго в Сибири и встретила там людей, которые в молодости в 18-м году бежали от революции туда, куда она еще не пришла. Это не были знающие языки аристократа и богатая буржуазия. Те бежали от революции в Париж и Берлин. Средний мещанский класс бежал в Сибирь. Купцы, мелкие промышленники из Ярославской, Тульской и других губерний захваченных уже революцией и экспроприацией имущества. Они сообщали друг другу, что в сибирских городах все по-прежнему и коммунистов нет. Увы, коммунисты пришли и туда. Просто на 3-4 года позднее и с каким террором. Русским водейцам пришлось бежать снова в Китай. История назвала и Шанхайско-Харбинской эмиграции. Одним из самых знаменитых ее представителей был Вертинский. А из Китая с приходом революции Мао Цзэдуна куда угодно. В Америку, в Израиль. Кстати, среди Шанхайско-Харбинской эмиграции было очень много евреев. Не все евреи участвовали в революции, многие от нее бежали. В Австралию, в Новую Зеландию. Те, кто бежали в Америку, осели в Сан-Франциско, самый близкий к Китаю город, издавна ставший столицей китайской эмиграции. Я, когда приехала в Сан-Франциско, видела еще русских стариков из шанхайской эмиграции с орденами за Первую мировую войну. В соседнем доме жила семья купцов-юшковых. Хозяйка в России никогда не была, но говорила по-русски чисто, на языке Толстого и Чехова, без каких-либо советизмов. Ходячий музей русского языка. Когда я видела, как ее уже не говорящие по-русски взрослые внуки, слаженные, быстро красили дом, когда я видела, с какой честностью они общаются, я подумала, какая же Россия дура, каких людей выгнала. Революции вообще дуры. Именно поэтому древняя религия, видевшая сотни революций и иудаизм, их категорически запрещает. Только не все евреи про это знают. Когда я смотрю, как сегодня мои друзья толпами покупают дома в Техасе и во Флориде, как мой замечательный зубной врач Юлик жалуется, что у него уехала половина пациентов, я вспоминаю Вандею, как французскую, так и русскую, сибирскую. Где гарантия, что она не будет потоплена в крови, надеюсь, символической, как и предыдущие? Ведь и сегодня, как при Чарли I и Людовике XVI и Николае, газеты, телеграф и образование принадлежат большевикам. Нам совсем не легче, что англичан хватило ума восстановить конституционную монархию, которая привела Англию к ведущему промышленному положению в Европе. Увы, и Франция, и Россия после 10 лет революционного бардака попали под власть диптаторов. Наполеона в 1799 году и Сталина в 1927. В Америке сейчас явный бардак. Дело не только в ковиде. Захватившие страну в Урдалаке растлители малолетних, как при французской коммуне, так и при русской революции, атакуют институт семьи, затапливая фильмы и книги про мискуитетом, не доходящим только до скотоложества открытой педофилии. Они разрушают мораль американского общества, базирующуюся на 10 заповедях, включающих «не воруй» и «не предлюбодействуй», не понимая, что мораль-то являлась основой фантастической, никогда не виданной в мире американской экономики, никогда не виданного богатства, создавшего страну, где самые бедные люди страдают от обжорства. Ставить ли победу в Андее, ставить ли на победу в Андее или пережить бардак до прихода диктатора в абсолютно разложенной Калифорнии, или покупать дом в Андейских, Флориде и Техасе, где все, как мне говорят, где все, как мне говорят, осталось так же, как в той Америке, куда мы приехали. Придут ли туда те, от кого мы уже бежали десятилетия назад, и должны ли мы бежать опять? Вот такую статью я написала, вчера отправила в печать. Замечательная статья. Татьяна, огромное спасибо. К сожалению, времени больше не осталось, но я думаю, что мы еще не раз будем встречаться в нашем эфире и говорить на эти больные, болезненные темы. Спасибо вам большое и доброго здоровья. Пожалуйста, да, я пока хотела сказать, что если будут писать комментарии, мне интересен ответ на этот вопрос. Что люди думают по поводу бежать в Андее или не бежать? Нас смотрят сейчас в Ютьюбе, надеюсь, что напишут свои комментарии. Спасибо еще раз. Все хорошее, до свидания, вам спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова